Как они, чуваками на Сан-Дес? Смотрите, я тут новое аниме нашел, просто охуеете сейчас. Пацаны, посоветовали ли я, поскольку фанат САО, говорят, вообще СОП супер зайдёт, говорят, вообще то, что нужно. Говорят, если смотрел, значит, аниме, которое называется «За смартфоном в другом мире», говорят, это один в один, вот, посмотрите, понравится, говорят. Это, конечно же, было бы всё так, и всё верно, если бы я, конечно, сейчас бы это всё не придумал, блядь. Выходит новое аниме, и, конечно же, фанаты отстаивают своё мнение, как рыцари, блядь, они просто, как я не знаю, они как кентавры в броне с мечами гигантскими просто начинают рубить новое аниме за то, что они скопипиздили что-то, это круто. А, смотрите, блядь, девочка-кошка, наверное, спиздили с какого-нибудь смертельного укуса. Ой, блядь, тут даже нету смартфона, но похуй, я скажу, что это, блядь, я скажу, что это параша вот эта вот, блядская, я, блядь. А, ебать, в параллельный мир ещё решил угодить? Ну, так это резиро, коносубы, ещё, блядь, наверное, 200 аниме, ебанно. Пацаны говорят, САО, это и в параллельном мире, там, со смартфоном какая-то хуйня, ну, блядь, ну, как это может быть? Сука, долбоёвый, ебанно. Я даже из-за вас не могу выговорить то, что хочу. Вам представляется уникальная возможность потестировать новое аниме, там вышло две серии, вы уже судите, блядь, что это охуенно похоже на блядский смартфон. Делай там смартфон-то, блядь, увидели, я просто не могу разглядеть, нахуй. Которые сейчас только вышли, аниме просто делишес. Блядь, как подпредчувствую большую стральню в комментариях, сейчас начнут, блядь, 100 человек писать, эээ, сука, это ж коносубы и резиро, блядь. Кирилл, их слишком много, надо убедать.